Теперь наше краеведение поставлено на совершенно другой уровень, на уровень глубокой научности, не говоря уже о ее художественном исполнении этой книги. Она полна реконструкций, замечательных иллюстраций самого автора. В книге 600 страниц текста, а в них 20 лет сбора материала и два года работы над содержанием. Я ее родил. Она стоила невероятное количество времени. Автор проштудировал все, что касается Орла в российском архиве древних актов. Когда записям стало не хватать места в комнате, Неделин понял, надо писать и рисовать. Все иллюстрации он сделал сам. Хочется увидеть, как выглядит город в годы его рассвета. И ты начинаешь работать. Восстановить город даже на бумаге оказалось делом непростым. Для этого Неделин краевед перелопатил горы архивных документов, где хоть как-то упоминалась старинная русская архитектура. Это и прошения, и челобитные, и письма. Особо автор благодарен воеводам, которые составляли описи, за их любовь к точности. Подробнейшие крепости описываются. Сколько башен, как они выглядят, их высота, размеры. Некоторые воеводы были столь педантичны, что уже пересчитывали количество венцов. То есть бревен в каждой башне. По собранной информации, Неделин архитектор заново спроектировал Орел, а вместе с ним и Ливны, и Болхов, и Новосиль. А Неделин художник все нарисовал. И отдал материалы своему другу, тоже художнику, Вячеславу Ромашову, редактору книги. Тот сначала был поражен весомостью проделанного труда. Порядка 10 килограмм, в общем-то, весил объем изображений на бумажных носителях. Благо, работать вместе не впервой. За плечами больше 20 лет дружбы и не одна книга. Эта книга опирается на колоссальный объем подлинной информации. Список где-то порядка 20 страниц только библиографии. Стоит издание недешево, около 2000 рублей. Но и за такие деньги книгу просто так не найдешь. Почти все 400 экземпляров отправятся в библиотеки.